И действительно, и снова здравствуйте, и снова ИВЛ, но это продолжение первой части, уже более практические советы. Даже не столько советы, сколько практический опыт и что я вам могу дать, какие инструменты по работе с респираторной поддержкой на дому. Еще раз пользуюсь возможностью сказать взрослым специалистам, взрослым главным нештатным специалистам, что из тех 29 детей, которые у нас сегодня находятся на дому с ИВЛами, из них 13 человек – это в возрасте 16, 17, 14 лет. И в нашем регионе один из первых пациентов, который появился во взрослой сети с аппаратом ИВЛ, это ребенок, которому исполнилось 18 лет. И мы передали его с тем оборудованием и обучили тот персонал, который на месте. То есть то, что в этом направлении детская служба обгоняет взрослую, это факт. Я говорю за свой регион. Если в других регионах иначе, я буду рада и даже немножко удивлена, потому что мы достаточно плотно общаемся по всем регионам Российской Федерации. И где у кого какое состояние, у меня как бы есть примерная картина. Я думаю, что она правдивая. Итак, из практических советов. Это вот опять то критическое полисомнография, которая должна быть для вас рычагом, что да, действительно, вот на этом снимке, на этом слайде вы видите, что аппарат ИВЛ нужен был ребенку. Не то, что там позавчера, а где-то года 2-3 раньше, чем вот мы его нашли и провели функциональное исследование. Это снова показания. Они у вас будут в раздаточном материале. И вот смотрите, как формируется комплект. То есть когда мы говорим про ИВЛ в домашних условиях, мы сразу вспоминаем аппарат ИВЛ. Нет. Начинается все с первичного комплекта. Вы видите на слайде пульсоксиметр, мешок АМБУ и аспиратор. Мешок АМБУ, обращайте, пожалуйста, внимание, нам не нужны ребенку, если у ребенка 6 месяцев, для АМБУ-гимнастики нужен мешок 1,5-2 литра. То есть это взрослый мешок. Маленьким мешком мы ему не сможем сделать АМБУ-гимнастику полноценную. То есть это принудительное раздувание легких. Для того, чтобы не случилось баротравмы, должен быть клапан сброса. Все. Клапан сброса 1,5-2 литра объем мешка. Дальше. Посмотрите, у нас появляется только четвертая позиция. Это откашливатель. Откашливатель появляется раньше, чем аппарат ИВЛ. И на снимке вы видите откашливатель. У нас на сегодня есть две модели. Опять-таки антикоррупционную составляющую соблюдаем. Я не называю, что это, какая фирма. Но, тем не менее, откашливатель. Особенность откашливателя в том, что откашливатель предназначен для ребенка, который понимает команды, который находится в коммуникации, в комплайенсе. То есть тот, который можно объяснить и дождаться от него исполнения команды. Если ребенок находится в вегетативном состоянии, политический синдром, на этот случай есть у нас другой аппарат. Он называется перкуссионатор. Это вот то, что мы между собой называем аппарат с птичкой. Это вот как раз на этих пациентов. А на когнитивно-сохранного ребенка идет у нас откашливатель. Ладно, Бог с ним, Филипс, он единственный. Посмотрите, следующая появляется позиция, пятая. Это кислородный концентратор. То есть мы еще с вами не дошли до аппарата ИВЛ. Что в нашем случае кислородный концентратор? Да, действительно, есть дети, у которых одно из показаний для выписки из стационара – это кислородозависимость. Когда ребенка перевели от кислорода, где идет подача под давлением, централизованная разводка, и ребенок по состоянию может быть компенсирован портативным кислородным концентратором, и этого достаточно, чтобы ребенка опять-таки перевести на домашнее сопровождение. Там, где дети с нейродегенеративными заболеваниями, с мая-дюшена, кислородный концентратор нужно рассматривать только как терапию отчаяния. Кислородный концентратор им противопоказан только как терапия отчаяния. Дальше. И вот этот набор оборудования. Как мы подбираем, как формируем по нарастающей вот этот подбору эспираторного оборудования, появился у нас аппарат ИВЛ. И две характеристики. Аппарат для инвазивной вентиляции и неинвазивной вентиляции. В Европе из первой части моего выступления, вот там, где был разговор про 400 респираторных центров поддержки на дому, у них 78-80% это пациенты, которые находятся на неинвазивной вентиляции. Это масочная вентиляция. У нас на сегодня немножко обратная статистика. У нас очень просто и легко при ребенке, который зависим от респираторного оборудования, делают ему трахеостомию. И больше половины пациентов это трахеостомированные. То есть получается, что дети у нас получают инвазивную вентиляцию. У меня нет сейчас задачи плюс и минус выставить инвазивной, неинвазивной. Но опять из нашего опыта, на сегодняшний день мы осваиваем технику отлучения от трахеостомы. Потому что действительно у ребенка там, где синдромы ондины, ночное апноэ, и ребенку нужна неинвазивная вентиляция, его с испугу затрахеостомировали. Это лишнее. То есть нарушение циркуляции воздуха, но сейчас не об этом. Вернемся к комплекту. То есть вот так выглядит комплект респираторного оборудования. Дальше идем. Вот этот слайд, пожалуйста, запомните, чтобы не получилось, как в том детском стихотворении, что лошадь, которая экономила на галошах. Первые аппараты искусственной вентиляции легких для дома, портативные, которые мы закупали, мы пренебрегли еще одной позиции. Оригинальная стойка для размещения респираторного оборудования. Да, эта стойка стоит от 60 до 90 тысяч рублей. Но вот те аппараты, которые мы располагали на тумбочках, потому что тумбочка дешевле, на каких-то каталках, сервисных столиках, и когда прикрепляли двойным скотчем и еще раз скотчем сверху, мы поняли, что неправильно расположенное, закрепленное, респираторное дорогое оборудование, оно падает, оно соскальзывает. Стойка – это продуманная вещь до миллиметра. Поэтому не пренебрегайте оригинальными стойками, их нужно закупать. Дальше. Вот, пожалуйста, посмотрите. Так выглядят это только модели, портативные модели аппаратов EVL, с которыми мы на сегодня работаем в домашних условиях. Сколько здесь? Шесть? Восемь. Восемь моделей предлагается. Как все-таки выбрать выбор, как должен происходить, какая модель, какая фирма, какие должны быть функции? Пожалуйста. Характеристики для портативного аппарата EVL для домашнего пользования. Портативный аппарат EVL должен быть разработан так, что родители, не имея специального образования, легко обучались пользованию, легко самостоятельно меняли дыхательные контуры и фильтры. Портативный аппарат из-за простоты в пользовании должен исключать ежедневное сопровождение анестезиолога-ренематолога такого пациента в домашних условиях. Это как раз та стоимость сопровождения ребенка, когда детский палеотип по поручению президента же, говорил, посчитано, что в 6-8 раз содержание ребенка на аппарате EVL в стационарных условиях дороже, чем в домашних. Не нужно, чтобы ездил реаниматолог-анестезиолог или анестезистка на дом. Они не нужны. Далее, третий пункт. Простота и удобство эксплуатации портативного аппарата должна исключать даже присутствие медработников. Мы все делаем для того, чтобы родители были абсолютно уверены в своих знаниях. Мы им даем эти знания, сами учимся, перепроверяем на несколько раз. И посмотрите, дальше идем. Портативный аппарат EVL не должен занимать много места. Смотрите, у меня даже тут опечатка. Не должен занимать много места в комнате и внешним дизайном минимально напоминать медицинское оборудование. Квартира – это не палата реанимации. Мы для этого должны сделать все. При клинических показаниях точно так же одна из характеристик аппарата должна быть на одном аппарате. Ребенок, допустим, находится на неинвазивной, изменилось его клиническое состояние, его нужно трахеостомировать. Это в одном аппарате должна быть функция, потому что родители очень боятся и пугаются, когда мы им говорим, что вот сейчас мы на таком аппарате. Ребенка трахеостомируем, он будет на другом аппарате. У нас есть аппараты, в которых совмещены эти две функции. Инвазивная, неинвазивная, вентиляция. Портативный аппарат не должен ограничивать ребенка возможности передвижения, как по квартире, так и за ее пределами. Он должен иметь встроенную аккумуляторную батарею с зарядом не менее четырех часов и оригинальную, именно этой фирмы, съемную батарею. Потому что когда наши родители, они мастера на все руки, и когда они приспосабливают автомобильные аккумуляторы, какие-то зарядные устройства, опять-таки для дорогостоящего оборудования, то есть тут опять как та же самая стойка, мы можем сэкономить на стойке, сэкономить на вот этой функции, характеристики аппарата, подключить к какому-то съемному, неоригинальному подзаряднику и просто вывести из строя аппарат. Вот об этом надо помнить. Портативный аппарат должен быть пригоден и совместим с семейным автомобилем. Аппарат должен давать возможность гулять ребенку круглогодично при развеге температуры от плюс 30 до минус 15. Это тоже нужно учитывать при подборе модели аппарата. Аппарат должен летать, ездить на самолете, ну и, как я уже сказала, семейный автомобиль, ну и наземный транспорт. А не только, допустим, там в одном каком-то варианте. То есть максимально, чтобы ребенок не сидел в доме. Что еще? Да, действительно, сегодняшний день качественное сопровождение, качественный подбор оборудования значительно улучшает качество жизни ребенка и продлевает жизнь. То есть ребенок, который сломал нам статистику медицинскую. Что на сегодня у нас есть? Я бы очень хотела вам сегодня представить номер нашего приказа по нашей детской больнице, где у нас есть уже алгоритмы действия. Но у нас по плану выходит этот приказ в августе месяца он будет. Потому что на самом деле здесь тоже достаточно серьезное приложение, как, допустим, алгоритм сопровождения ребенка, находящегося на искусственной вентиляции легких. Это инвазивная вентиляция. Перевод его из нашего учреждения на дом. Посмотрите, какая цепочка. То есть это все уже разработано. Просто мы сейчас все это качественно оформляем в приказ. Что у нас еще есть в приложении? А, ну да, конечно, мы не такие рукодельники. То есть у нас есть отправной документ, он действующий ныне, да. И присутствующие ответственные лица подписывали этот документ. Это методичка 2016 года. Длительная искусственная вентиляция легких в домашних условиях. Когда ее читаешь, думаешь, господи, если делать все по букве и по точке, что там есть, мы никогда с места не сдвинемся. Но знаете, удивительная вещь. Это значит, когда родители берут на себя ответственность и решающее слово. И когда из условий реанимации, да, они приезжают в частный дом неблагоустроенный, который окнами врос в землю, где удобство все на улице. Но они всеми возможными способами бегут из реанимации. Потому что дома лучше. Дома лучше. И та инфекционная безопасность, которая должна быть организована у ребенка вот в этом неблагоустроенном частном доме, это, конечно, наши с вами компетенции. Это наша с вами работа. Вот что мы еще даем. Да, мы подобрали оборудование. Мы обучили родителей. Сами научились до этого, да. И на сегодняшний день мы выдаем вот такую методичку. Это заламинированные листочки. То есть это половина А4. Вот жалко, я ее не взяла, чтобы вам прям показать ее. И здесь самая актуальная информация для родителей на понятном для родителей языке не медицинскими терминами, а бытовым языком написано, как мыть руки, как основные аспекты ухода за пациентом в домашних условиях, то есть от и до. Не только касаемо вот трахеостомы, ИВЛ, контуров и фильтров, а даже и вопросы ухода. У нас эта методичка, она на 54 страницах. И мы сейчас уже готовы ее переиздать, потому что мы понимаем, что время меняется. И у нас поменялось мышление. Мы понимаем, какая информация. Сейчас родители у нас запрашивают дополнительную. То есть она вот уже переиздана. Поэтому мы готовы этим поделиться. То, что есть. Респираторное оборудование. Вот, пожалуйста, для чего показываем это. То есть 7 позиций. Респираторное оборудование, оно составляет 7 позиций. И на что нужно обращать внимание? То, на чем мы, конечно, мы, конечно, окарались очень сильно. Когда мы стали заказывать респираторное оборудование, мы не знали, допустим, сколько тех же самых фильтров надо. А их надо 365, потому что меняется каждый день. И контура нужно менять на самом деле. Если это педиатрический, до 15 килограмм ребенок, то его надо менять раз в неделю. А если это взрослый контур, его нужно менять два раза в неделю. А не мыть, сушить на двери и снова им пользоваться. Мы это все прошли, я вам честно говорю. Слава Богу, что вот это незнание и эта экономия родителей на адресах, она не была критичной. И у нас не случилось ни одного такого какого-то критичного случая. Пожалуйста, видите. То есть у нас получается, что когда оборудование приобретается на 2,5 миллиона, на 2 миллиона, а расходных материалов на год приобретается еще на 2,5-3 миллиона при правильном пользовании. И на самом деле, когда мы заходили в адреса и те же самые бактериальные фильтры были прополощены и сушились на окне, на подоконнике, а что это? Ну вот высохнет, мы дальше будем пользоваться. Категорически нельзя. Что? Это на одного человека, конечно. То есть вот эта табличка, это кратность смены, да? А, еще у нас была одна позиция, мы промахнулись, допустим, не заказали в первую закупку, у нас не вошли экспираторные блоки, а их нужно на одного ребенка 25. То есть вот эти вот мелочи, это не мелочи, это очень важные вещи, и они принципиально важные. Конечно. Ну, это вот те дети, да, которые у нас есть. И смотрите, вот опять к тому приказу у нас, конечно, вот это одно из приложений, договор безвозмездного временного пользования резервным имуществом больницы, да? То есть то, как мы передаем, по договору передаем, к договору приложения, акт приемки, передачи, да? В договоре учитываются все моменты, когда, если в случае смерти ребенка, как возвращается оборудование, в случае его неисправности, что мы должны его взять на сервис. А посмотрите, вот этот вопрос, который в нашем чате регулярно выскакивает, потому что появляются новые специалисты, и первый вопрос, а как вы, сервисное обслуживание, а за какие деньги? Это действительно очень важно, потому что, когда нам сервисных фирм очень мало, это, допустим, ну, тот же самый Пуритан, выставили нам ремонт на 240 тысяч аппарата, ремонт, ну, что мы сделали? У аппарата уже пятилетний срок использования, пять лет он работал в круглосуточном режиме. Что мы в этом случае делаем? Да, конечно, мы лучше новый аппарат закажем мы купим, да? Еще вопросы сложные для решения. А вот сейчас у нас один ребенок уехал в Анапу. Есть кто из Анапы? А он уехал на нашем оборудовании, на нашем аппарате, и материальная ответственность на нашей старшей медсестре, вот эти миллионы миллионов. Как передавать оборудование? Ну, то есть они уехали в отпуск, и из отпуска нам сообщили, ну, мы решили здесь остаться. Это вот сегодняшняя история. Передача из одного региона в другой, да? Вопрос, вопрос, как передавать дорогостоящие оборудования? Как передавать оборудование даже при смене места жительства в другую страну? Здесь я говорю про другую страну, это Белоруссия, Казахстан. Это другие страны. Как передавать оборудование? На каком уровне? Это мы вот должны научиться. То, вопрос, который я не задала, а при передаче ребенка во взрослую сеть? Вот про того ребенка, которого я сказала, это ребенок на спонсорском оборудовании ушел, а тот ребенок, который на федеральном оборудовании, вот на нашем уже, да, который материальная ответственность, как передавать во взрослую сеть? То, что я услышала от коллег, от категорической, я ни за что свое оборудование не отдам. А вот понимаете, это нужно решать, и я, если моя позиция, я считаю, что нужно отдавать с этим оборудованием. Вот эту процедуру прописать, как ребенок передается, с каким оборудованием, чья ответственность, в какой точке, когда ребенку исполнилось 18 лет. Но это минимально должно касаться семьи. Семья не должна быть вовлечена в эту процедуру, решение, как взрослая и детская сеть договориться. И смотрите, очень большой вопрос, тот, который нас волнует, на самом деле, уже 5 лет. Когда мы говорим, что должны быть подменные аппараты, потому что, опять-таки, из предыдущей части лекции у нас 16 детей – это область, и 13 детей – это город. Ладно, в городе наш мы доедем там в течение получаса, если с пробками полтора часа, и мы подменный аппарат предоставим. А если ребенок живет за 370 километров, и у него один только аппарат, как решать вопрос с подменным аппаратом? А он должен быть точно такой же, как этот, чтобы родители переподключились с одного на другой. Вот это вопросы, надо которые решать. Если вы хотели на них услышать ответы, это наша с вами коллективная работа про резервное оборудование. Все у меня. А можно вопрос? Я говорю, что... Да, спасибо. Пока, господин Александрович, один такой вопрос. Вот, по поводу работы я в том году, еще и я на день готовил, что сейчас ко мне обращаются малышки, которых... Детей посадили на ИВЛ, и та же дома, которая находится, и говорит, а почему нам не предложили при наличии в Казани хосписов в Татарстане чисто паллиативный путь? Ушел муж. Я не вижу ни семьи, ни жизни, ни дома, ничего не вижу. Я скоро в петлю полезу. Вот такие обращения. Я письменные же в том году говорил Елене Владимировне об этом. В этом году еще больше стали это поступать. Вообще вопрос в Минздраве это будет решаться когда-нибудь, нет? Мне не хотят родители. Вы говорите, а... Уточните, в чем вопрос про естественный путь, паллиативный путь? Вопрос в том, что без согласия, вот мамочка мне так говорит, меня не согласились, ребенок был, ну крайне, в общем, оставалось жить. Его посадили на ИВЛ, на ИВЛ. Да, естественный путь. Естественно, понимаете, суть? Вот в чем. И это идет все больше и больше, вот в чем дело. Слушайте, спасибо огромное за вопрос, ведь мы с вами об этом говорим и говорим. Да, и спасибо, что сейчас снова, мы ведь с вами об этом говорили на парламентских слушаниях, помните? И когда обсуждали внесение изменений в законодательство, большая часть думцев-то задумалась. Все остальные пункты сказали ок, а здесь задумались. Мы с вами это видим как качественные службы, да, мы с вами это видим, мы понимаем, что право на паллиативный путь имеет пациент. И еще самое важное, что я рассказывала про этот клинический случай взрослой, совершенно взрослой практики, когда врач-кардиолог, известный врач-кардиолог, умирал в кардиоцентре в Москве от онкологии. И он просил всех своих коллег не сажать на ИВЛ. Более того, он сказал, я знаю, что вы будете делать. Я прошу не делать этого. Где мне подписаться? Вызовите любого юриста. Я напишу, с чего вам не делать. Слова дали, я знаю, что вы будете делать, я вас учил этому. И сделал из вас хороших врачей, но, похоже, не сделал хороших людей. И это, конечно, все ужасно, но дело в том, что ведь если он в сознании не подписывает на добровольное, информированное, согласие на медицинское вмешательство, мы не имеем с вами права его делать. Понимаете? То есть, когда мы это обсуждали в Москве, то доктор мне, лечащий этого пациента, спросил, что он имел право отказаться. Я говорю, да. А где это прописано? Я говорю, да более того, вы не имели права делать ему плановые вещи, если он не согласится. А он говорит, а где это прописано? В 323-й федеральном законе. А дальше текст. Еще раз повторите, какой закон? Понимаете, мы очень много не знаем правовых вещей. И тут, конечно, родители, законные представители имеют право не согласиться и не дать свое согласие. Но дальше мы тут считаем, как неотложное мероприятие, да, и у родителей не спрашиваем. И мы с вами это обсуждали. Да, мы с вами это обсуждали и в Думе, и, кстати говоря, у председателя по охране здоровья, комитета по охране здоровья, поэтому был тоже свой взгляд был. Помните, он как детский хирург сказал, подождите, нет, вы не можете решать судьбы, а завтра найдут метод лечения. Помните, да, его? Я думаю, что мы с вами по пути развития палиативной помощи идем, и мы к этому обязательно вернемся. И даже не вернемся, а мы до этого и дойдем. Как сейчас мы говорим о каких-то правах, как сейчас мы говорим о многих вещах, и к этому мы тоже придем. Но к этому совсем не готово. Вот никто, ни Комитет по здравоохранению, ни Государственная Дума, к этому готовы специалисты палиативной помощи. Только мы с вами. Я вам хочу сказать, что чиновники, врачи, люди работающие в детском департаменте, и Байбарина Елена Николаевна, уважаемая мною, она говорит, нет, о чем вы вообще говорите. Это как раньше про палиатив, нет, о чем вы вообще говорите. Для того, чтобы мы дальше развивались, в какой-то момент мы, наверное, остановимся на этом пути, скажем, мы дальше работать не можем, у нас нет законных прав. И думаю, что эти изменения будут дальше, нам все время надо об этом говорить. Вот как Юрий Викторович Кобзев, он сейчас уехал, помните, он говорил на первых наших совещаниях, он говорил о том, что нужно сейчас об этом говорить, дабы сеять уже вот это вот сознание, и еще через несколько лет этот текст мы уже услышим и от думцев, возможно. Да, наверное, так и есть, как многие вещи, которые сейчас происходят. Это правильный вопрос, нам без этого никак не жить, но сейчас мы живем в том поле, в котором есть, Минздрав это даже рассматривать не может, особенно в детской практике. Особенно в детской практике. Можно пригласить ППСников, ПДНщиков, и как бы, что мама невменяема. Но там, где касается выбора в домашних условиях, и тут на самом деле есть законная хорошая база, 323 закон, 77 статья, да, когда при достоверно установленном неизлечимом заболевании родители имеют право отказаться от реанимационных мероприятий в терминальной стадии. На фоне клинической смерти только, Лариса Анатольевна, там прописано. То есть надо еще войти в клиническую смерть. Да, да. Мы очень защищены. Коллеги, еще вопросы есть? Можно один вопрос? Скажите, вот ваш опыт богатый такой, хорошо здесь представлен. Вы используете баллоны кислородную в доме? Нет, они нам не нужны. Не нужны, потому что вот те портативно-кислородные концентраторы, они достаточно вырабатывают, там до 5 литров, выдают объем и концентрацию ту, которую надо, то есть портативные. Нет, нет, нет. Мы его как раз не оказываем, это я вопросы вынесла, Георгий Георгиевич. Да нет, конечно, это большой вопрос, потому что это очень накладная статья расходов для государственного учреждения, очень серьезная. Сервис в том числе не лицензируем, мы оказываем дистрибьюторы, которые продают это оборудование, это большая проблема. Алло, Дина Владимировна, у меня вопрос не к докладчику. Коллеги, вопрос из Смоленска. У меня вопрос не к докладчику, у меня вопрос, наверное, в общем. У меня врачи, сестры, очень с большим удовольствием посещают все конференции, но они не аккредитированы. Нельзя ли поставить вопрос, чтобы все конференции, которые проходили популятивы, были с баллами? Прекрасно, нужно поставить вопрос. Единственная проблема для всех нас, когда мы аккредитируем систему, это о том, что аккредитация проходит по определенным специальностям. И тогда мы понимаем, что сразу одномоментно нужно, и это сложности, которые испытывают все, да, все, кто делает эти конференции, и по терапии, и по онкологии, и по организации здравоохранения, и по другим направлениям, или хотя бы по основным, например, по терапии, да, или там только по онкологии. Или и по тому, и по другому, и по десятому. Это крайне важно, я с вами совершенно согласна. Георгий Андреевич, дополни. Только всегда вопрос, по какой специальности. А сестринские. А? А сестринская конференция. Вот. Вот, наверное, надо решить вопрос о сестринскими аккредитациями, потому что... Наша сестерская конференция, которая ежегодно будет в этом году в ноябре, по-моему, да, Оксана Юрьевна, ноябрь, 5-6 ноября 2019 года, и мы ее думали о том, что аккредитировать через ассоциацию или через университет. Потому что для сестер это вопрос крайне актуальный. Хорошо. Я приглашаю вас. Мы, кстати, на слайде у меня есть про 30-е и 31-е, и нет про сестринскую конференцию. 5-6 ноября, по-моему, сестринская конференция. Да? 5-6 ноября 2019, сестринская конференция. Декабря, да, 5-6 декабря. Я, Владимир, можно дополнительный вопрос. Все классно, все было сказано правильно. Единственное, что я хотел бы добавить по оборудованию, это источники бесперебойного питания. Я внимательно посмотрел, но там вот и не было их. Дело в том, что, к сожалению, мы живем в России... Дополнительные аккумуляторы. А? Ну, про дополнительные аккумуляторы я говорила. Это не дополнительные аккумуляторы. А вот как раз вот... Источники бесперебойного питания. Этот источник бесперебойного питания, он как раз может загубить нам дорогостоящее оборудование, если он не оригинальный. Ну, вот... Олег Николаевич, слушаю внимательно, да. Да. Коллеги, еще все-таки вопрос. Их обязательно нужно включить. Коллеги, обратите внимание по оборудованию. Мы, вот Арисия Анатольевна сейчас говорила о том, что аппарат и НИВЛ, и ИВЛ для того, чтобы и то, и то подключить. И в связи с этим вот закупки, которые были сделаны в прошлом году, да, было много очень куплено таких аппаратов космических, при том, что зачастую в большей части, да, нужны более простые аппараты. Поэтому, когда мы делаем закупку, не надо брать самые дорогие и самые многофункциональные. Таких должно быть не такое большое количество, а основные простые аппараты, которые меняются и не стоят таких больших денег. Это тоже важно. А Диана Владимировна и все участники сегодняшнего межпрофильной комиссии, я хочу сказать, что сегодня очень хорошее межпрофильное и хороший живой разговор. У меня предложение, потому что это касается многих регионов. И вот Лариса Анатольевна подняла такие вопросы нормативно-правового законодательства, методических рекомендаций, унифицированных форм. То есть они не унифицированы, каждый из нас создает в своем регионе определенные формы, такие как акты передачи и многие-многие другие. У меня предложение все-таки взять за основу, тем более во многих сейчас регионах есть, и сделать унифицированные формы, которые будут применимы у нас в Российской Федерации. И будут значительно уменьшать вот заботы организаторов. Унифицированные формы, вы, мы сейчас про передачу оборудования? Да, акты передачи и многие-многие другие. Теперь, коллеги, смотрите, унифицированные формы, те, которые будут созданы в приказе Минздрава, они тем и останутся. Унифицированные, созданные, мы или мы с вами сделаем, как профсообщество, делаем методическими рекомендациями, но Минздрав не сделает более укропнен или умельчен того, что он сделает. Понимаете, вот факт, все, что мы можем как угодно об этом говорить. То, что сделано, будет сделано, а далее дорабатывать профсообществом и утверждать методическими рекомендациями. Ольга Александровна, именно поэтому... Двоя это чтение не должно быть. То, что у нас же есть, унифицированные формы, допустим, листы температурные, там и все. Но нужно сделать для полиосинной помощи. Листы – это другая история. Это не акт передачи, Ольга Александровна. Я понимаю, это не только акт передачи, это многие другие нормативно-правовые акты, которые должны работать. Ольга Александровна, обратите внимание, 2 миллиона аппарат, человек уехал в отпуск. И вы говорите, я за него вообще никак не отвечаю, я использую тот акт, который утвержден на Минздравом России. Так нет, я наоборот говорю, что если человек уехал, тот человек, который несет материальную ответственность, и тот руководитель медицинской организации с разработкой хорошего нормативно-правового акта и унифицированной помощи были защищены. Вот что я говорю. Кто же на это пойдет-то, Ольга Александровна, акты такие утверждать? Ну какой Минздрав-то на это пойдет? Вы же понимаете, что это снимает вашу финансовую ответственность. Спасибо. 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 Спасибо.